Где можно заказать красивый логотип на LED-экраны? Кто этим занимается? Есть три варианта, кто может это сделать. Первый вариант. Значит, первый вариант, это когда это делает специальный человек, специальный логотипчик, мы его так называем, которому оплачиваются деньги, он делает вращающиеся всякие экраны, красивые экраны, вращающиеся всякие логотипы, которые вращаются, меняются там и так далее. То есть это более сложная история, нежели просто заглушка на экран, условно. Сейчас попробую найти что-нибудь как раз-таки из вращающихся историй. Ну, понятно, что на фотографиях-то не будет, не совсем понятно, о чём речь, но, тем не менее, возможно, будет видно. Ну, вот, например, здесь вот на этой свадьбе, секундочку, да, вот на этой свадьбе, вот посмотрите, здесь вот видите, на экране, может быть, не совсем понятно, на экране там ВВ, то есть если посмотреть другие фотографии с этой свадьбы, то она, значит, он, этот логотип, ВВ, он, значит, он приближается, он там вращается, вот это вот ВВ, оно там меняется, и дальше он становится вот этим логотипом. То есть это первый вариант, как это можно сделать, да, то есть прямо заказать его, заплатить за него деньги, за этот логотип, и он будет у вас вращаться на экране. Дальше второй вариант, это заглушка называется, то есть это упрощённый вариант вот этого логотипа, когда это делает уже декоратор. То есть большинство декораторов, большинство декораторов, не все, но большинство декораторов у них есть графические дизайнеры и прочие люди, которые занимаются разработкой логотипа в том числе, и нужно обратиться к декоратору, и он сделает вам логотип. То есть это более простой вариант логотипа, он не вращается, он обычно статичен, и под этот логотип ставится просто какая-то заставка, Вот в данном случае у нас под этот логотип менялась заставка на протяжении вечера, и она была разная, да, то есть сначала там вот такие вот блёстки мигали, потом там вот такая вот мигала штука, но сама заставка, она статичная, то есть она вот как есть, а я, Александр, Яна, кстати, вот эта свадьба скоро совсем появится у меня на канале, скоро совсем выйдет репортаж с этой свадьбы, поэтому я вот надеюсь, что прямо в ближайшие дни мы закончим монтаж этой свадьбы, и вы всё это увидите, была очень приятная и интересная свадьба. Вот, ну то есть этот логотип, как видите, он не меняется никак, он остаётся статичен, но вот меняется вот сама вот эта вот внутренняя часть, так скажем, сама подложка этого логотипа. И третий вариант, самый простой вариант, это заходите в канву, например, находите, пишете логотип и делаете логотип самостоятельно. То есть это самый такой упрощённый вариант, но в канву зайти без VPN нельзя, нужно включить VPN сначала, так же, как в Инстаграм, затем зайти в канву и сделать себе логотип. Это самый простой вариант, бесплатный, как это можно сделать. Вот таким вот образом, я надеюсь, что удалось это ответить. Горнева и Ринда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok